Привет! И сегодня поговорим о сколии желтоловой. И давно мы о ней не говорили. Последнее видео было сделано годик назад. Итак, сколия. Это очень красивое насекомое, хотя в последнем видео я совсем другое сказал, что оно было некрасивым. Но в принципе это не потому, что это насекомое некрасивое. Это в принципе очень слабое насекомое, но оно слишком похоже на веспумандариния азиатского шерчня гигантского, который пока что еще не добрался до Франции. Вот видите пенек? О! Посмотрите на это. Она просто обалденна. Итак, особенности сколии. Она красива и она летает вокруг пеньков высотой 20 сантиметров примерно. И поэтому вы видите везде, везде и везде. И это все наблюдается в течение месяца во время их невоспаривания. Вот посмотрите, это мне дал сосед. В принципе не сосед, да. Хозяин этих сколий, где они жили. Ну посмотрите на эту красавицу. Она просто супер. Ну-ка иди сюда. Ну посмотрите же на нее. Это фантастическое насекомое. Ну посмотрите на ее хлеборезку. У нее хлеборезка мандаринии, шерчня этого азиатского гигантского. Ой, ну этот немножко, по-моему, уже сдох. А посмотрите на эту, какая она красивая. Я тащусь от этого насекомого. Посмотрите на ее размер. И когда я говорю, что она размером с две фаланги, это так и есть. Итак, она совсем-совсем безобидная. Короче говоря, не бойтесь сколии. Она не ядовитая, как насекомое. У нее нет ни жала, ни яда. И, соответственно, не кусает. Вот так вот. И мне часто звонят, потому что они видели, кто-то видел сколию, и боятся их. О, смотрите. Привет. Смотрите, вот он. Посмотрите, какой это красавчик. О, смотрите, спаривание в прямом эфире. Видите? Очень даже хорошо. И мы хорошо различаем самку и самца. Но я не собираюсь, он говорит, где самка. Вы должны сами догадаться. Итак, это спаривание сколии в прямом эфире. Но есть также и другие особенности, которые могут быть очень интересными. Сколия, когда летает, не делает шума. Посмотрите на эту замечательную машину. Она супер. Она очень нежная и красивая. Я даже могу ее слегка поцеловать. Смотрите, поцелуй с корей. Ой, она немножко пахнет чесноком, но это нормально, потому что в банке, где она сидела, был чеснок. А, должен вам сказать, что скоро будет видео о очень интересном сюжете. Сюжете. Это будет не сегодня вечером. Думаю, что это будет в среду. Ну или во вторник вечером. Посмотрите на эту красавицу. Красавица, красавица. И посмотрите на размер этого насекомого. Это очень даже восхищающе. Итак, короче, никогда не трогайте сколию. Оставьте ее в покой. Посмотрите на этого. Он старается потихонечку ожить. Давай, давай, шеверись. Ну, видите, он совсем безобиден. А вот это вот, вот это вот меня любит, по всей видимости. Все-таки природа, это замечательно. Ну, в принципе, есть одна вещь, но это меня не беспокоит, потому что у меня этого меньше и меньше. Это, в принципе, волос то, что сколья может запутаться в волосах. Итак, давай, ты на свободе. Делай, что хочешь. И напоследок повторяю. Сколья желтолобая, она безопасна. О, и еще кто-то прилетел. Он что, будет селфи делать со мной? Ого, куда ты летишь? Ну вот, как вы видите, это безобидно на все сто процентов насекомое. Так, он летает вокруг меня, где-то сзади меня. Так, я не делаю лайв на Вардкрофт. Что это такое вообще? Посмотрите лучше на моего нового друга. Он очень добрый. Давно у меня не было времени почитать ваших комментарий. И сейчас у меня есть время. Могли бы оставить нормальных комментарий, вопросов. Итак, до следующего выпуска. А ее отпустим. Так, ну давай. Внимание, давай, давай. Совсем безобидное насекомое.